Друзья, всем привет! С вами канал Графин и я Владимир. Вы прекрасно знаете, что я сам произвожу алкогольные напитки и мне всегда интересно мнение других людей, поэтому я периодически своих друзей и знакомых угощаю своими напитками и мне всегда интересно услышать их мнение. И вот недавно, смотря за творчеством канала Коктейль Ти Ви, есть такой на ютубе, ссылочку я на него обязательно дам, где два прекрасных замечательных человека, которые мне очень симпатичны, это отец Станислава Николаевича и его сын Яша ведут канал, как я сказал, Коктейль Ти Ви и я решил им отправить на пробу свои напитки. Мне всегда было интересно мнение, как бы опять же чужих людей, причем даже в другом далеком регионе и я им отправил свои напитки. И так получилось, что получил мою посылку, у них как раз был год каналу. И они посвятили юбилейный выпуск год своему каналу с моими напитками. Мне, конечно, было чертовски приятно. И самое интересное, даже не самое интересное, у меня получилось так, что сегодня у меня 15 тысяч подписчиков, тоже вроде как юбилейная дата, и сегодня я получаю тоже от них вот эту посылочку. Посылочка такая с сюрпризом, я еще не знаю, что там. Догадываюсь, что там должно что-то булькать. Они мне позвонили, тоже попросили адрес, я так и понял, что тоже с ответным визитом. Я еще не знаю, что там, и хочу с вами или при вас, вернее, ее и распечатать. Давайте мы посмотрим, чем нас порадовал Станислав Николаевич и его семьяша. Ну блин, запечатано хорошо, на совесть запечатано. Сейчас, сейчас, сейчас. Я понимаю, что это можно было прокрутить, но я работаю без монтажа, если вы заметили, поэтому у меня все, все в открытую и все по-честному. Вот такая коробочка. Сейчас мы вскроем. Секунду терпения, друзья, секунду терпения. Ну, скажу честно, не так часто уж я получаю посылки, поэтому мне как бы, знаете, запечатано прямо в коробке. Да что ж такое. Ага, верх ногами вскрыл. Ну, так, здесь это пиво. Пиво саботаж. Пиво саботаж. Это тоже пиво. Я даже не знаю, что это такое. Это пиво вообще, нет? Я даже не знаю, что это такое. Пиво, пиво, пиво. Но пиво я не пью, хотя они, кстати, часто обозревают пиво. Не пойму, что это. Не пойму. Так, алкогольная продукция. Саргонство 120 суток. Так, 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 так. Алкоголь показан детям. Ничего не могу понять, что это. Хоп-трайер. Напиток пивной. Не пастеризованный, не фильтрованный. Не осветленный саботаж. Состав вода, солод, ячимин. Так, 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 так. Изготовитель. О, бородач. А, Пермский край, город Пермь. Это их местное пиво. Я понял. Я на пиво я обзоры не делаю. Хотя, для себя, конечно, могу попробовать. Ну, я так скажу, что, знаете. Хотя нет, вру, был же мне обзор на пиво. Я же делал на чешское пиво, когда был в кораллухварах. Я совсем забыл. Может, благодаря этому... О! Это что такое? Какой-то маленький бальзам. Бальзам Парма. Я так понял, что тоже местный какой-то. Так, ну ладно. Здесь большая коробка. Может быть, еще интереснее. Вот это что такое? Прикамский бальзам. Ну, я делал как-то на бальзамы обзор, кстати. Я делал на бальзамы обзор, поэтому можно иногда бальзамчик сделать обзорчик. Так, смотрите, какой. Прикамский бальзам. Made in Пермь. Я так понял, Перма, как написано. Земля великой истории. Крепость 40% объема. Множество заготовок. Сейчас сразу посмотрим, кто изготовитель. Изготовитель Перм-Алка. Тоже Пермский, да. Представили мне местную продукцию. Так, здесь еще... О! Здесь еще Пермские конфетки из Перми с любовью. Прям очень приятно. Так, ну и все. Я просто сверх ногами открыл. Судя по всему, все. Так, друзья мои. Ну, я, конечно, любитель крепких алкоголев. Пиво я пробовать не... Вернее, я потом попробую, но не буду забивать. Сейчас ролик оставлю все-таки дегустацию пива им, или я потом выскажу свою точку зрения. А вот бальзамчик, почему бы его и не попробовать, да? Здесь, значит, давайте посмотрим. Крепость. О! 40%! Хорошая крепость. Короче, давайте так. Приверемся на секунду. Я сгоняю за стаканчиком. И давайте мы с вами этот бальзамчик и попробуем. Сгонял за рюмочки. Взял вот такие ликерные бокальчики. Ну, такие, видите, красивые дегустационные. Мне они очень нравятся. Я думаю, что для бальзама самое то. Итак, благодаря, опять же, каналу Коктейль Ти Ви, непосредственно Станиславу Николаевичу и Яше, мы сегодня с вами продегустируем два бальзама. Пиво я оставлю, ну, такое красивое пиво я оставлю на потом. Как-нибудь я самого продегустирую, потому что, ну, не то что продегустирую, выпью и лично, так сказать, выскажу свою точку зрения уже им. Канал ему не о пиве, хотя, конечно, может быть, это интересно было бы, но надо с чем-то сравнивать, наверное. Поэтому я не готов сейчас сказать или его пробовать. Ну, и пиво, как бы, я больше люблю крепкие напитки. Я, кстати, в последнее время вообще перестал пить пиво. И, кстати, опять же, повторюсь, извиняюсь. Вообще, в самогон варенье я пришел почти три года назад, я хотел именно начать варить пиво, потому что очень любил пиво. Ну, вы знаете, вот как отрезало, я не знаю, как объяснить, то ли возраст, то ли как-то еще что-то, то ли я больше полюбил крепкие, нормальные напитки, что пиво я практически перестал пить. После баньки могу в баночку пивка, так сказать, и то, знаете, даже пол-литрового все не выпиваю. Поэтому хватит о пиве, давайте вернемся к нашим крепким напиткам. У нас сегодня с вами два бальзама получается, но очень мелко написано, поэтому у нас есть глаз, и мы им воспользуем. Ганал. Один из них – Парма. Здесь 35% алкоголя, как я уже посмотрел. И здесь, значит, вот такая маленькая бутылочка сувенирная, ну, нам для вкуса дегустационный хват. Здесь мелко, но сейчас мы прочитаем с вами состав. Итак, бальзам Парма, 35% алкоголя. Состав. Вода питьевая исправленная, спирт этиловый ректифитированный люкс из пищевого сырья, сахарный сироп, настой бальзама номер один спиртованный. В скобочках состав. Что в него уходит? Имбирь, бадьян, перец душистый, гвоздика, цветы липы, тмин, мята, перечная, блин, как мелко написано, а? Мелисса, солодка, зверобой, мак пищевой, мак даже, вот это интересно. Так, аир, не знаю, что такое аир, шалфей, корица, ромашка, доник, блин, да что ж так мелко, душица, полынь, анис, кора дуба, тысячелистник, зубровка душистая. Это все было состав бальзама номер один. Дальше. Добавка пищевая, натуральный краситель, простой сахарный колер, морс ягодный, спиртованный, черника, изюм, шиповник, боярышник, можжевельник, черемуха, это все вот в этом морсе ягодном, черемуха обыкновенная. Дальше. Настой миндаля спиртованный, настой бальзама номер два спиртованный. Я пошел перечисление с бальзама номер два. Здесь чабер, розмарин, может чабрец имел, но чабер. Написано чабер. Розмарин, фенхель, базилик, тимьян, вот здесь скобочка чабрец, майран. Дальше. Мед натуральный. Настой спиртованный, настой спиртованный, свежих корок апельсинов и грибфрукта, настой спиртованный, мускатного ореха, ароматизатор натуральный, масло эфирное апельсиновое, масло эфирное анисовое. Фу, прочитал. Офигеть. У меня такое ощущение, что там все, что попалось под руку, все вот этот бальзам и засунули, как правильно выразится, положили, да? Конечно, такой состав просто офигеть вообще. Так, ну давайте попробуем, что он у себя представляет. Ну вот так нальем чуть-чуть. Ну вообще бальзамы, в принципе, считаются как бы больше даже лечебные, наверное, такие ароматно-лечебные настойки, которые используют в лечебных целях, профилактических целях, поэтому как бы его много-то и не пьют. Чайная ложечка совсем чуть-чуть, там в кофе, куда-то для привкуса в чай можно добавлять кофе и так далее. Так, ну и второй экземпляр. Вот такая красивая коробочка была, как вы видели, я отсюда достал. Прикамский бальзам Made in Perama или Peroma, не знаю, как это буква правильно читается, как-то язык. Прикамский бальзам. Ну здесь описание легенды всевозможные. Давайте не буду зачитывать, чтобы не затягивать ролик. Состав. Состав, наверное, на коробке будет крупнее, чем на этикетке. Да, на коробке будет крупнее. Давайте я на коробке прочитаю. Состав. Значит, ну здесь тоже состав такой, что я не знаю. Здесь бальзам Прикамский. Состав. Вода питьевая исправленная, спирт этиловый ректифитированный люкс из пищевого сырья, сахарный сироп, сок яблочный, спиртованный. Сок яблочный, спиртованный. Интересно. Морс спиртованный, членоплодный, рябиновый. Добавка пищевая, натуральный краситель, простой сахарный колер. Колер специальный. Настой спиртованный, бальзама. В него входит кофе натуральный, лист черной смородины, чага. Я не знаю, что такое чага. Зверобой. Зверобой продырявленный. Зубровка душистая, плоды шиповника, хвоя ели, цветки липы, мята перечная, лист поддорожника, ромашка, тысячелистник, черный перец, душица, корица, дягель, шишки ольхи, семена укропа, почки березовые. Ух, но это еще не все. Дальше. Спиртованные морсы, рябины, черемухи, клюквы и бояричника. Мед натуральный, ароматизаторы ананас и ванилин. Ароматизаторы натуральные, эфирное масло лимонное, эфирное масло миндаля горького. Оно все пищевается. Ну, тоже, знаете, вот так, извините, отравишься, не будешь знать от чего. Ну, надеюсь, друзья мои из Перми не хотели меня отравить. Я надеюсь, что здесь будет все-таки что-то интересное. Никогда не пробовал этот бальзам. Больше всего скажу, конечно, в Пермском крае никогда не был. Самая моя дальняя точка, где я летал в Новосибирск. Там у меня был проект, и я там прожил буквально чуть больше, наверное, ну, недели-две, что-то не помню точно. И все. И больше в тех краях, за Уралом, скажем так, в тех краях вообще ни разу не был. Поэтому, ну, здесь вертикальная термоусадочная пленочка. Пленочка, ну, так как трудно всегда мне даются эти цеплялки, мы вот так его и срежем. Так, ну, там, понятно, сувенирная бутылочка, здесь бутылочка такая коммерческая. Здесь, ага, о, коньячная пробка, пластиковая, да, пластиковая, но только от черного цвета. О, и вот так наливаем бальзамчик. Ну, бальзам это не выдержанное, это настой. Ох, много ливанул, что-то рука прям дрогнула. Ну, ладно, пусть будет, пусть будет. Дело в том, что это настой, это не выдержанные напитки. Ну, как настойка тоже, как бы, да, ну, ее можно, мне кажется, сразу и употреблять. Я думаю, что ничего страшного в этом не произойдет. Но здесь для коррекции цвета придется мне тогда этого немножко долить. Почему? Потому что он наполнеет цвет немножко вот так. О, знаете, как красиво. Что сказать по цвету? Здесь, кстати, 40% алкоголя. 40% по-моему, я глянул, бегло. Да, 40% алкоголя, здесь 35%. Поэтому мы начнем именно вот с этого маленького. По внешнему виду они практически одинаковые. По цвету прям такой темный, насыщенный цвет. Очень красивый, такой прям аппетитный, я бы сказал бы. Ну, понятно, что здесь будут ножки слиться, потому что здесь сахар. Содержание сахара, кстати, я не посмотрел. Но здесь, ну, бальзамы, они должны быть очень много сахара. Не пишут, не пишут. Просто напомню, еще изготовитель АО «Алка, Россия, Пермский край, город Перм, улица Акулова, дом 73». Ну, и телефон. Я думаю, что кому надо, в интернете найдет. Итак, друзья мои, давайте его пробовать. Собственно говоря, и что он из себя представляет. Итак, первый экземпляр. Парма. Ну, травяной. Нет совершенно спиртовности. Травяной такой аромат. Сладенький, приятненький. Ну, букет, конечно, такой, что, знаете, разложить его сейчас на вкусы практически невозможно. Да вы сами видите состав, тут, по-моему, есть все. Поэтому здесь, если внюхиваться, что-то выходит первым, что-то вторым. Ну, очень приятный такой сладкий аромат. Больше, конечно, травяной уклон. Мягкий, приятный аромат. Очень, как сказать, широкий спектр. Здесь все, если начинать нюхать, действительно, можно, кстати, и липу унюхать. Или вот мед с липой прямо сразу, что у меня и травки такие. Лесные травки, да. Вот она шалфея, тут из рабочек. Все это и здесь есть. Хвойной темы не чувствую. Хотя здесь были, по-моему, здесь, да, елки. Хвойной темы не чувствую. Хвойная такая, больше травянистый такой уклон. Ну, аромат. Давайте. Сразу, может, этот аромат попробовать, нет? О, здесь другой, кстати, аромат. Другой, нет. Давайте мы сделаем так. Я сейчас попробую вот этот. Итак, небольшой глоточек, друзья. Мои за всех мои зрители. Бальзамчик на моем канале первый раз, потому что я снимал канал для другого, вернее, делал обзор на бальзам для другого канала. А на своем я первый раз снимаю бальзам. Первый раз, первый класс. Спасибо, что вы со мной. Спасибо, что мы перешли рубеж 15 тысяч подписчиков. Спасибо каналу Коктейль ТВ, который так угадал со своим подарком для меня. Тут еще конфетки, кстати, с переместной любовью. Ну, конфетки я отдам жене. Давайте пробовать небольшой глоточек вот этого бальзамчика. Ну, нет, спиртозности. Мягкий, сладенький. Но больше такой все-таки лекарственный уклон, наверное, да? Вот больше травок. Здесь уже пошло даже немножко больше специй, больше... Блин, трудно, понимаете, трудно перестроиться после виски. Я только вчера записывал как раз ролик с виски. И так трудно перестроиться, потому что совсем другой букет, совсем другой аромат, совсем другое восприятие. Но, причем я понимаю прекрасно, что это не бочка дает, а это дают действительно травы. Если мы там в хороших выдержанных виски мы травы получаем за счет выдержки бочки, за счет сочетания, скажем, выдержки спирта в этих дубовых бочках, за счет соединения, скажем, всех этих солодовых, танинов, вкусов, и мы имеем такие всевозможные букеты, то здесь мы прекрасно понимаем, что здесь сколько тут я перечислил, там, не знаю, больше 20 всяких ингредиентов трав. И поэтому трудно сказать. Но здесь, знаете, такое восприятие, ну, приятный, приятный, хороший ликерчик. Я думаю, что он заслуживает внимания добавить его в кофе. Если он еще в лечебных целях, то это вообще хорошо. Возьму еще маленький глоточек здоровья. Во вкусе есть немножко еловая такая тема, да. Здесь вот есть такие, ну, смолы, что ли, какие-то, то есть отбивает, если в аромате больше трав и сладостей, здесь во вкусе больше такой немножко, чуть-чуть больше горчит, больше такой, как уже лекарственное. То есть это уже как настойка, собственно говоря. Или даже не просто, а лечебная настойка, скажем так. Поэтому, ну, приятный, хороший ликерчик. Хотя, если, опять же, сравнить его, например, с рижским, с рижским бальзамом, который мы с вами все прекрасно знаем, тот более, ну, послаще, нет, не послаще. Там больше около такой вот под кофе, под чай. Здесь вот, кстати, вот в этом, больше такой лекарственный, знаете, вот просто его хочется выпить. Здесь, мне кажется, кофе вот этот не подойдет. Мне кажется, кофе, он не подойдет. Как-то больше вот просто чисто. Вот, наверное, потому что он сделан 35 градусов, чтобы он, наверное, так просто чистым и пить. Ничего про них не знаю, ничего не читаю. Чисто дает первые свои ощущения. Поэтому, ну, я перед вами честен. Итак, делаю глоточек и перейдем к этому. Но это тут все-таки чуть-чуть потемнее, мне кажется. Чуть-чуть потемнее, как-то более даже попрозрачнее. Но на 40% алкоголя все-таки крепость делает свое дело. Делает напиток чуть, наверное, чище. Здесь аромат совсем другой. Давайте его пробовать. Да, здесь совсем другой аромат. Не совсем другой, а даже, можно сказать, совсем другой, действительно. Вот, казалось бы, два одинаковых бальзама, один производитель. Ну, разное сочетание трав, что там у нас были? Травы, коренья, да, не коренья, всякие настойки всевозможные. Ну, опять же, в аромате нет спиртозности 40% алкоголя. И вот здесь по аромату, кстати, вот он ближе, как бы правильно выразиться, вот к кондитерской теме. Если это больше лечебные, все-таки, да, больше такой. Прям разные они, действительно. Вот этот, мне кажется, больше пойдет под кофе и под чай. Здесь такой аромат более тоньше, что ли. Я бы сказал, даже более благородный, наверное, в какой-то степени. Как бы больше такой солидный. Здесь более примитивный аромат. Здесь больше, знаете, вот такой, более тоньше. Но здесь тоже, да, преобладает больше, наверное, все-таки, такие цветочные тона. Хотя тоже уходят специи в пряности. Слушайте, ну, такой интересный. Очень приятный аромат. Спиртозности нет совсем. И хочу попробовать на вкус. Давайте, все-таки, хочу попробовать. Друзья, еще раз за вас. Я скажу так, что этот крикер гораздо, бальзам, бальзам, гораздо интереснее. Здесь совсем другой вкус. И он такой оригинальный. Здесь, знаете, вкус такого хорошего ликера. Более плотный. Вот не знаю, сколько процентов в соотношении сахара. Но он не такой приторно-сладкий. Такой тонкий вкус. Крепости совершенно не чувствуется. Но крепость подчеркивает более расклад. Здесь, знаете, здесь такие фруктовые ноты. Такие травянисто-фруктовые ноты больше, наверное. Давайте еще один глоточек, друзья, за вас. Я даже скажу больше, что цитрусовые вот прям составляющие есть здесь. А тут я, по-моему, читал, да, было здесь апельсин или что-то там было. Не дает слишком большой состав, не хочу перечитывать. Но что-то здесь добавка, так, листья черной смородины, зверобои, мята, листья поддорожника, ромашка, т-т-т-т-т-т-т. Не, не пойму. Ванилин, да, ванилин чуть-чуть есть. Но, знаете, вот здесь прям вкус очень хороший. Он очень интересный. Такой, я даже скажу больше того, что его можно вот так потихонечку выпить. Конечно, немного. Во-первых, давайте сразу сказать, что такие вещи много не пьют. Его вот так вот перед, или даже полирнуть, вернее, вот после ужина. Вот так полирнуть. Конечно, под сигару он не пойдет, он слишком сладковатый. А вот так для себя, чтобы забить вкус. Знаете, как обычно в ресторане дают мятную жвачку, да, чтобы, так сказать, осталось после вкуса. То здесь вот прям вот что-то такое богатое, хорошее после вкуса. Одним словом, давайте немного затягивать ролик. Еще раз большое спасибо моим друзьям из Переми, каналу Коктейль ТВ. Ссылку на них обязательно дам, Станислав Николаевич и Яше. Большой привет всем, всему Пермскому краю, кто меня там смотрит. Ребят, вы классные, вы хорошие. Конфеты попробую отдельно, пиво попробую отдельно, потом выскажу свое мнение уже непосредственно. Ну, а бальзам вот этот мне очень понравился. Вот этот бальзамчик, где он? Вот, Прикамский бальзам. Ну, замечательный бальзам, друзья мои. Ваш завод делает прекрасные напитки. А, кстати, в комментариях все зрители могут написать, какие у них в их краях, какие заводы делают. Знаете, кстати, хорошая идея, да, какие напитки, на ваш взгляд, в вашем регионе самые вкусные. Ну, и будем пробовать, который наберет много обзоров, рейтинг, который, как чей-то напиток наберет из какого-нибудь города Урюпинска, я не знаю, там, образно говоря, какой-нибудь яблочный сидор. Я постараюсь его найти и тоже для вас продегустировать. Ну, а на сегодня мы все заканчиваем. Спасибо, что вы с нами. Мы с вами пришли рубеж 15 подписчиков и рад и счастлив в какой-то степени. Хочу выпить за ваше здоровье и хороший вкус напитки на ваши столы, друзья. Всем всего доброго. И, кстати, еще о сладком. Так как пришла коробочка из Перемис Любовью, земля Строгановых, здесь в составе мягкий грильяж, шоколадный крем, пролине с дробленным орехом, еще и магнит внутри. И давайте-ка мы, раз уж мы сегодня пьем сладкие напитки, то почему бы мне не продегустировать еще и сладкие конфеты. Ох, какая красивая коробочка. Вот такой магнитик. Не таланет, ладно, потом приклею на холодильник. И вот такие конфетки. Так, секундочку, мы смотрим. Значит, треугольный у нас. Мягкий грильяж, нежный шоколад, крем и пролине. Нежный шоколад, крем, это вот, я так понял, что вот это. Вот это. Друзья мои, за Перемяков. Вкусные конфеты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова